В этом видео я покажу вам, как шить из остатков тканей вот такие елочки. Можно на двери повесить, можно на окна, можно на елочку. Это очень просто сделать. Нужны только остатки ткани. Вот у меня такие уголки остались. И я сейчас вам покажу, как это сделать. Я нарезала вот такие три треугольника из плотной бумаги. И я накладываю вот сейчас так треугольничек. И вырежу вот этот треугольник. Без припусков наши швы. Нам понадобится также ленточка, для того, чтобы вешать елочку. И еще утеплитель. Вот у меня такой утеплитель. Вот тоненький, хлопковый. Тоже остатки. И ими я буду уплотнять вот эти слои елочки внутри. По два слоя вот этого утеплителя в каждом треугольничке. Вот это два слоя каждого цвета. Вы можете сделать все елочки одинаковые с двух сторон. Или сделать их разными, как сделала это я. Для этого нужно их разделить, эти треугольнички. И расположить их как вам угодно. Как вам нравится. И наверху сделаем красненький. Сложите треугольники лицевой стороной вовнутрь. И проложите верхний треугольник. Я говорю сейчас о верхнем, конечно. И проложите тесьму вовнутрь. Вот так. Потом закройте. И приколите. Строчить надо вот эти две стороны. Эту надо оставить непростроченной. Так. Но отступя 5 миллиметров от края с обеих сторон. Все треугольники надо подготовить одинаково. Но ленточка нам нужна только верхним, конечно. Я все прострочила. Теперь я выверну и проглажу. Я вырезала из прокладочного, но утеплителя. Треугольнички гораздо меньше, чем оригинальные. Вот. Изначальные треугольники. Потому что после строчки, конечно, треугольник уменьшается. И я уже использовала вот этот готовый треугольник из ткани. Для того, чтобы вырезать вот этот утеплитель. Если у вас его нет, можно использовать вполне фланелевую ткань. После того, как прогладила, я всегда... Вот эти вот вылезают уголочки, конечно. Их надо обрезать. И подровнять. Край. Вот эти уголки значения не имеют, потому что они будут внутри. Для того, чтобы утеплитель уложить сюда, вовнутрь, нам нужно вывернуть. Проще всего вывернуть треугольник наизнанку. Вот так. И уже вместе с утеплителем, вот так, вместе вывернуть опять на лицевую сторону. Вот. И все. Он готов. Я немножечко подрежу его, потому что он чуть-чуть будет вылезать во время строчки. Сейчас я его чуть-чуть подрежу, отвернув края, конечно, треугольника. Вот так. Все. Большой треугольник готов. Теперь средний. С этим треугольником я поступлю точно так же. Кладываем вместе. И выворачиваем. Вот так. Вот. Все. Теперь опять я подворачиваю края. Вот так. Чтобы обрезать. Обрезать немножечко. Вот так. Точно так же я поступаю с этим. Только эти хвостики. Ой. Только эти хвостики я, конечно, срежу. Вот так. Они здесь не нужны. Так. И выворачиваю. И опять подрежу их. Все. Готово. Теперь надо сложить. Значит, у меня все красненькое. Поэтому не имеет значения. Опять же, можно делать обе стороны одинаковые. Это уже на ваше усмотрение. Как вам больше нравится. А можно делать вот так. Все. Это надо поместить. Вот этот треугольник я раздвигаю. Вот эти два слоя утеплителя. И вкладываю треугольник между этими слоями. До конца. Вот так. И теперь осталось только декоративную строчку пустить. Я использовала вот такую на моей машине. Есть такая строчка. Видите, она как бусы смотрится даже на елочке. Но можете... Это дело совершенно произвольное. Вы можете использовать любую декоративную строчку на ваше усмотрение. Вот я закончила все эти... Все елочки, которые подготовила, все прострочила. Здесь где-то были два одинаковых цвета. Вот я пустила дополнительную строчку еще декоративную. Вот где-то еще... А, вот здесь еще я сделала дополнительную декоративную строчку. Это просто идея, что можно сделать из остатков ткани, которые у вас есть. Не обязательно, чтобы они были новогодние. Можно просто разноцветные отрезки ткани. Можно делать не трехъярусную. Можно делать двухъярусную. Можно делать четырехъярусную. Но это все очень просто делается. Очень легко. И очень, по-моему, по-домашнему. Каким и должен быть Новый год. Пожалуйста, не забудьте подписаться на мой канал. Если вы еще не подписаны. Всех вам благ. С наступающими праздниками. Всего самого наилучшего. Любви, радости, здоровья, конечно, прежде всего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова